здравствуйте дорогие друзья я рада вместе с вами продолжать салоне по изучению библии рассматривать не просто жизни его не просто его состояние переживания с которым он шел по этой непростой дороге испытания и взвешивания в глазах бога и также попытки врага с совратить его с дороги и с отношений с богом но для нас это очень важно одевать на себя посмотреть до какой степени это очень близко к нам и размышления и состояния и переживания которые иов имеет в своей практике он честен он открыт он говорит все что он чувствует он говорит все что он думает и это для нас тоже важно может быть какие-то моменты он более взвешивал слова но тогда когда уже боль накопилась когда в нем уже это стало выливаться собер собралось как поток и выливаться как фонтан то для нас теперь понятно что иов изливает из себя и состояние сердца и состояние мыслей и состояние чувства свои состояние своей души и в связи с этим я хотела бы с вами сегодня поразмышлять над 9 главой и мы с вами в 20 в 21 стихе который на мой взгляд является достаточно значимым и важным текстом для практического христианства для практического применения в своей собственной жизни того что мы сейчас прочтем если я буду оправдываться то мои же уста обвинят меня если я невинен то он признает меня виновным посмотрите как звучит первая его фраза в адрес бога с одной стороны он понимает что он хотел бы оправдываться разве это не похоже на каждого человека который живя на земле хочет каждую ситуацию привести в соответствие с нормой в обществе с нормой в глазах божьих но и конечно же договориться со своей совесть если я буду оправдываться то мог мои же уста обвинят меня то есть он имеет ввиду что бог может так все повернуть что это будет против него насколько в данном случае бог представлен здесь без искажения то есть он все равно найдет меня виноватым с одной стороны мы понимаем если бог в ангелах усматривает недостатки то до какой степени он их может увидеть человеке но с другой стороны я хочу отметить желание человека всегда оправдываться ведь дело в том что когда человек начинает осознавать что есть оправдывающий но созна вину греха своего и будешь помилован вот как работает в духовном мире принцип и прощения принцип благословения не тогда когда ты весь чистый пушистый красивый выстроенный и все вроде бы как внешне соответствует божьим параметрам но внутри бог точно знает есть те моменты с которыми ты борешься с которыми ты пытаешься сейчас работать а может быть о чем ты даже боишься думать потому что это слишком старая проблема и она до сих пор не решалась и вы знаете на самом деле когда у человека есть на все свои оправдания в этой ситуации не хочется вмешиваться даже по-человечески не хочется помогать пожалуйста действуй ты все знаешь ты все понимаешь действуй как ты считаешь нужно я думаю что у бога похожая картина по отношению к нам когда мы только начинаем сами себя выгораживать то господь стоит стороне продолжай делай у тебя все отлично тебя все хорошо не потому что иов был виноват в том в чем оба обвиняли друзья но есть моменты и мы с вами рассматривали на старте это тот страх с которым он боялся встретиться это та природа которая постоянно его угнетала но он не не давал об этом никому знать и сам себе боялся признаться видите до какой степени внутри нас и есть процессы с которыми лучше разобраться при свете божьего слова потому что его слово для нас светильник для ноги и поэтому оправдающий оправдывающая природа когда человек сам пытается оправдаться это настолько типично это настолько сегодня распространено и мало кто видит в этом проблему а на самом деле когда человек выступает в такой позиции то у него остается только одно направление действуй как знаешь потому что все остальное человек не в состоянии слышать не состояние сейчас принять потому что у него сразу наступают аргументация в оправдание себя и своих позиций и в этом смысле даже дай дойдя до какой-то стадии развития в человеческом формате насколько ты начинаешь понимать бога который говорит хорошо действуй действует до тех пор пока поймешь что идешь не туда делаешь не то и результаты тебя не устраивают вот почему друзья так важно не обвинять бога что он тебя все равно сделает виноватым а попросить его пролить свет на сердце на разум на мотивацию на внутренние процессы в которых ты или я сейчас оказываемся вы знаете что есть процессы роста эти процессы роста они имеют в своем сопровождении некоторые болевые ощущения и эти болевые ощущения связаны во первых с границами до которых мы дошли во вторых с признанием того что казалось раньше нормой ведь если какому-то человеку господь не указывает на шлак в его устах но если ты человек божественной чести то бог будет работать твоими устами будет работать над твоим сердцем прежде всего потому что от избытка сердца говорят уста и он будет работать достаточно качественно и соответственно какие-то моменты которые пропускаешь они могут потом оказываться болезненными потому что ты пропустил один второй третий раз а значит в конечном итоге это выливается какой-то урок а этот урок нам всегда будет чего-то стоить и поэтому мое послание сегодня или желание вместе с вами занять позицию не слабости не в том что обвиняют ну ладно я буду соглашаться не друзья я совсем о другом потому что не оправдываться может только сильный человек который задает вопросы соответственно того что бог может ему предложить а почему я здесь оказался а каковы причины с какой целью что мне надо делать прямо сейчас к чему я привык с чем надо лучше разобраться дороги которые мне кажутся прямыми на самом деле если там есть кривизны я хочу их лучше исправить посмотрите этот перечень вопросов далеко не весь но который позволит нам увидеть картину по-другому и это как раз и есть процесс роста до тех пор пока мы делаем то что мы привыкли до тех пор пока мы понимаем так как мы понимали всегда то мало изменений потому что если покаяние это изменение мышления то каждый раз измененное мышление преображенное мышление это возможность продвинуться дальше но самое непростое это заняться мышлением потому что там уже очень много проложенных дорожек и стереотипов и поэтому то что нам всегда казалось справедливым и понятным то господь хочет если что-то изменять то он нас останавливает своими путями у него есть на это свои рычаги в данном случае он позволил врагу прикоснуться к иову и понятно что с этой стороны иов никак не предполагал что его судьба его жизнь окажется под таким прицелом но однако сейчас вскрывается как раз вот это общечеловеческая составляющая желание оправдываться и размышление о боге что он все равно обвинит то есть такое понятие что бог судья они отец у него есть природа судьи но он хочет и осудить то что мы осуждаем в себе и отделить от нас эту природу но если мы не хотим с этим расстаться то получается что судья судит то что в нас является нашей частью и вот тут проблема но так как он наш отец то он желает прежде всего проявить свое понимание свое отцовство свое принятие и в данном контексте прочитанного слова мы видим что бог представлен здесь в искаженном виде понятно что он видит нас насквозь но не для того чтобы у него появилось желание нас обвинять поставить в тупик показать какие мы ограничены если бы это было в сердце отца он не пошел бы таким очень для себя жестким путем чтобы приобрести нас для самих себя но мы прочтем текст дальше потому что мы прочли пока только первый из этих текстов 20 невинен я не хочу знать души моей презираю жизнь мою посмотрите как легко свалиться в депрессию когда человек пытается доказать что он прав но его не слышит как легко оказаться в позиции нежелание даже жить и вот в этом то и проблема друзья стоит ли она того когда мы можем отказаться от самой жизни из-за того что для себя нарисовал свои заборы и говоря вот сюда я не иду или а тут я точно прав и поэтому я не буду смотреть в эту сторону а тут меня не понимают а тут меня не слышат а тут меня хотят обвинить а тут еще что-либо посмотрите как это часто звучит в наших сердцах если мы с этим не научимся разбираться то мы оказываемся заложниками уже теперь настроение связанное с смертью и депрессией потому что депрессия это очень близкое состояние к смерти и соответственно я очень желаю друзья чтобы мы когда читаем эти тексты но в данном случае я прочту еще и смысловой перевод и слава богу у нас появился он теперь на печатанном варианте и поэтому тем кому он важен нужен мы можем вам его по переслать если я буду оправдываться то сам себя осужу если я не виновен он все равно найдет вам не вину чистая перед ним не хочу знать своих мыслей и размышлений по этому поводу ненавижу жизнь мою вот как раз это уже такие нюансы до которые мы просмотрели то есть я даже не хочу сам с собой разговаривать по этому поводу потому что если я начну я что-нибудь найду но я не хочу туда идти а значит я и жизнь ненавижу вот как можно прийти к такому тупиковому состоянию когда мы не вычерпываем из самих себя то что бог внутри нас говорит вы знаете что знание о нас внутри нас есть и если мы внимательны к тому что я слышу чувствую или к тому что вокруг меня происходит потому что очень много зеркальных ситуаций вокруг нас это отношения это люди это какие-то рикошеты если мы мудро можем реагировать на то что происходит вокруг то на самом деле мы делаем можем делать те выводы которые нас приводят опять к росту а если нет если мы не внимательно до приходим в тупик и посмотри сегодня ты где ты на дороге у которой есть перспектива либо ты там где угол где спрятался от всех от вся никому не хочешь звонить ни с кем не хочешь общаться потому что у тебя есть внутри атмосфера с которой ты тоже не хочешь разбираться вот тогда ты в той же зоне где часов и лучше с этим разобраться побыстрее понятно что бог вышел навстречу иова но пока мы туда дойдем уже пройдет много месяцев но у тебя есть возможность это сделать прямо сегодня и сказать господь я не хочу оправдывать сам себя я хочу принять твое оправдание а для этого дай мне увидеть себя твоими глазами дай мне посмотреть на себя со стороны может быть я что-то не вижу есть слепые зоны которые мне самому не увидеть а если мне кто-то указывает чтоб я не вас не высказывал с агрессией свою несогласие или не пытался оправдываться я желаю друзья чтобы мы более мирно смотрели на людей которые вокруг нас и не думали что все нам желают какого-то плохого настроения и состояния а наоборот принимали их взгляд как минимум для анализа чтобы потом увидеть внутри себя эти слепые зоны и с ними тоже разобраться они жить в депрессии и не давать таким странным мыслям непонятным о ненависти к собственной жизни гнездится в голове небесный отец я благодарю тебя что мы можем с тобой сегодня об этом говорить потому что как много в нас в людях желание оправдываться я благодарю тебя что ты когда-то дал мне это слово что оправданные не оправдываются ты нас уже оправдал не потому что мы во всем правы а потому что ты взял вину на себя потому что ты взял все проклятия на себя потому что ты хочешь чтобы каждый из нас гораздо легче справлялся с этими проблемами, а не жил в них. И поэтому я приглашаю тебя сейчас на территорию как своего сердца, так на территорию тех людей, которые в этом сейчас нуждаются. Каждый из нас проходит разные обстоятельства и ситуации прямо сейчас. И нам нужны твои советы, нам нужна твоя мудрость, нам нужны твои открытые небеса. И поэтому прошу тебя, Дух Святой, открывай, проливай, дай нам чувствовать тебя творящим и говорящим прямо сейчас, чтобы не желание оправдаться или спрятаться было в нас, или обвинить кого-то и стать позицию жертвы, а желание взять ответственность, попросить у тебя реально открытых глаз и действовать там, куда ты нас уполномочил действовать. Это наша собственная судьба, это наша жизнь. Благодарю тебя за все, Отец. Во имя Иисуса Христа, Аминь. Благословляю вас, друзья, жить в позиции оправданности Христом, а значит разобраться со всякой болью, которая есть внутри. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»